Будем считать, что он тоже связан с тайной поэтического творчества. Стоил с Сократом, с Прустом ли? Балконный выступ, мост, Нева, прорыв из мерзостей прокрустовых в освобождённые слова. Ну, где балкончик, там и крыша. Перемещаемся с вами на крыше. Вот, ещё один питерский стих, он написан по светам, экскурсии по крышам, моей единственной пока в жизни. Но страху я, надо сказать, не терпелась много. И даже наш гришка, он сказал, что половинка его души всё-таки боялась. Вот, стихотворение предшествует также шутливый эпиграф анонимного германского автора XIX века, или XX, вот могу ошибаться. С необыкновенной ловкостью Пинкертон выскочил на крышу, соскользнул оттуда на соседнюю плоскую крышу. Пять углов и крутой модерн. Вот такие отсюда виды. Два милуется голубка, постараль на карнизной жесте. Что ж невольно дрожит строка от такой трубочистной чести. Крыша кренится словно плод. Горожане внизу как мыши. И зачем я домашний крут оказался на этой крыше? Герзновенный экскурсовод мне б такие длинные ноги сладкой песней сюда завлёк, умолчав лишь о некрологе. Трубачом воспевает он тот пейзаж, что открылся взору. Неуклонный, как Пинкертон, что крадётся за беглым вором. Я ж ему грохочу во след, хоть стараюсь шагать потише. Странный питерский домосед, познающий себя и крышу. Надо сказать, что нас действительно экскурсовод просил шагать потише, но там как-то плохо получалось. Эта жизнь грохочет, мы уж и так и сяк там пытались. И страшно вообще. Вот.